приветствую всех так сегодня будет вот такой интересный складной ножичек даже наверно может сказать нож большой нож потому что но если сравнивать вот с этим ножом то понимаете размеры какие не маленький вот этот нож от производителя под названием красный дракон серия называется reptilian вот видите вот так выглядит рукоять здесь как кожа сделана здесь тоже самое как как кокодиловая как ну в общем так интересно и сам разработчик этой серии андрей рогожкин вот ну такой вот нож довольно таки не маленький видите если взять на ладонь положить у меня средняя ладонь вот такого размера здесь есть шпеньки но он довольно туговато ходит в общем я перед тем как снять его я его разобрал почистил в общем подогнал все и сейчас у него клин лежит видите четко по центру вот когда он по ко мне попал клин уходил вправо сюда прям прилегал к лайнеру сейчас это выглядит вот так вот так ножей вернее нож этот олега спутника вот еще есть от него три ножа лежит которые в дальнейшем будут показываться вам вот ему отдельное спасибо за предоставление этих ножей за помощь развитие канала вот но и давайте посмотрим все таки что здесь вот так вот он выглядит такой довольно таки немаленький нож такая форма у него интересная вот если его взять в руку такой можно сказать полноценный нож на клинке здесь d2 вот смотрите маркировка клеймо самого производителя вот написано d2 в общем очень хорошо видно на клинке сатин нож еще ни разу не затачивался даже принципе вот видите я я спокойно провожу пальцем он не острый ну хотя вот так бумажки режет но видите как очень неровный срез такой грубый обычная заводская точка такая сейчас я его буду перетачивать как я это буду делать я сейчас покажу вот сейчас я его обклеиваю зажимаю ну и продолжим так смотрите нож зажал чем буду затачивать это будут эльборы и на финише будет алмаз с 25 25 наполнением на usb связки от веневцев 75 очень понравилась мета связка именно надо на d2 когда 10 7 и после 10 7 эльбора 75 алмаз получается такой ну опять же как по мне такой интересный рез получается именно в этой стали так не сказал что здесь спуске от обуха клин прям сделан по обуху здесь наверно не мерил сколько здесь в обухе где-то да немало там около четырех вот но и сведение тонкая сделан нож довольно таки прилично даже сказал хорошо вот по сведению тоже придраться не к чему но и начну 2014 сейчас посмотрим по углу вообще в идеале конечно 19 20 градусов сделать посмотрим насколько он заточен изначально здесь как всегда грубая заточка и она подполирована поэтому у него такой невнятный рез так ну и что начнем что здесь показывает если вам будет видно я думаю видно показывает сейчас ровно 18 градусов давайте начну так с 19 19 ну и посмотрим 19 идет по самому самому низу и вот это мне уже не совсем нравится потому что здесь даже заусенчик чувствуется поэтому он и не резал так сейчас я посмотрю союлечительное стекло что здесь происходит нет вот смотрите ошибся здесь получается вот эта часть идет по низу вот эта часть пошла по верху вообще получается смотрите вот здесь идет почти в подвод вот эта часть пошла по низу а вот эта часть пошла по верху то есть вот такой винт получается так что 2014 как бы этого не хотелось в сторону 50 на 40 чтобы особо не насиловать сейчас посмотрю может быть возьму 8063 но это вряд ли так чуть-чуть поднастроить пружинку чтобы не соскакивал камень я думаю все это прекрасно знают понимают так ну и вот так вот здесь я уже вижу яма вот осталось черное пятно камень пошел там дальше ну вот он но заточка как всегда оставляет желать лучшего тут к сожалению с этим ничего не сделаешь никто с этим заморачиваться не будет в общем смотрите какая история вот здесь вот здесь вот как я сказал вот он самый низ вот маленький кусочек совсем маленький четко в подвод вот здесь он ушел вверх здесь при видно вот здесь вот яма прям провал ну и здесь вот тоже непонятно как так ну и что у нас по этой стороне что я вижу здесь так ну здесь я вот сразу без увеличительного стекла вижу что здесь он в подвод попал вот эта часть идет по самому верху и здесь вот тоже практически в подвод вот вверх 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 вот он отсюда переходит в подвод идет 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 и вот здесь точно так же вот заканчивается здесь он попал в подвод и здесь он ушел в самый верх подвода если здесь с этой стороны он уходит самый низ то здесь он уходит в самый верх ну то есть понимаете да за . но руки как гуляли так он заточился ну вот принципе хотя давайте наверное чтобы не затягивать 8063 сейчас я более-менее чуть-чуть сравняю все это дело не буду выходить на рк этим камнем чуть-чуть они у меня уже подработались после взбадривания работают чуть-чуть помягче чем с самого начала как я их сбодрил так ну еще раз давайте по углу так 19 и 1 вот так вот 18 и 9 18 и 9 и здесь ровно 19 одна десятка гуляет это абсолютно не страшно и янки как я говорю сейчас этим камнем грубом я сформирую направление и потом уже переведу на более мелкий камень 50 на 40 и так вот это место мне очень и очень не нравится что я делаю я делаю так вот обычно смотрите чтобы не цеплять линию рекас соответственно здесь защитить пяточку можно конечно сюда было надеть хомутик так но хомутик я думаю здесь вряд ли наденется потому что шпынёк не даст ему это сделать так ну и давайте посмотрим что все таки вот с этой стороны так все таки все равно и чуть-чуть попроще он хоть особо скотч не спасает но у меня есть линия я ее вижу вот вот видите получается практически заточка с нуля так потому что после такого вот что здесь было заточено но это уже можно сказать что нож затачивается по-новому так ну и все таки здесь вот аккуратненько потому что здесь небольшая ямка хочется ее прям аккуратно проработать молодцы конечно в самом неудобном месте как всегда они это все дело завалили сейчас будем посмотреть что из этого будет получаться я думаю как эти ямки протачивать вы все знаете но если не знаете то немного вот приподнимаем камешек и краем камня обратненько это место прорабатываем ну вот вот уже что-то похоже на правду и желательно на одном месте не останавливаться вот 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 так салфеточка влажная была не так давно ну что я вижу по блику что вроде более или менее все у меня выровнялось так сейчас надо вот посмотреть вот сюда вот на пяточки есть чуть-чуть не дошел дрк не добрался не добрался ну здесь уже везде выход практически так что здесь вот здесь картина совершенно другая здесь тоже пяточку надо протачивать и вот с этой стороны подводик немного уже на носике чем здесь потому как здесь как я говорил с самого начала подвод вернее вот камень шел по низу подвода а здесь вот с этой стороны он шел по верху то есть и сейчас вот за счет того что вот здесь подвод уже я работаю больше с этой стороны да снимается металл он вот здесь в этом месте идет съем металла но за счет этого уходит ширина вот она уже ушла я вижу подвод вот выровнялся все можно остановиться вот здесь на пяточки опять же немножко приподняли камешек аккуратненько вот такими движениями не боясь что там вы как-то испортите камень потому что если это делать размашисто то можете на пару там делов а лучше это сделать вот так вот вот аккуратненько и вот и все и пяточка уже практически проточена то же самое с этой стороны также немножко подняли поработали аккуратненько вот такими движениями не надо здесь как-то сильно делать размашистые движения потому что они здесь ни к чему ну все 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 и можно спокойно переходить на камень 50 на 40 дорабатывать смотреть как нож будет резать все на эльборах я использую масло джонсон джонсон бейли олейного кислоту здесь я не применяю потому что после олейного кислоты идет зелень по эльборам они начинают зеленеть поднимаю на одну десятку выставляю 19 здесь можно поджаться самую малость джонсон бейли даже много вот этого уже много так чтобы смазать чтобы стружка не летела оставалась на камне все выключаем максикуб и теперь уже до плотного заусилца здесь уже надо весь подводик проработать хорошо постараться убрать лисочку которую оставил камень 8063 так можно посмотреть на то есть ли заусенчик или нет я думаю еще наверное все-таки рановато хотя ну только вот здесь ну соответственно потому что изначально здесь эльбор шел по самому низу поэтому здесь заусенец есть даже если вот так вести камень вот слышно вот здесь вот он был ну и все и сейчас протачивать 50 на 40 где если подвод немного пляшет выравнивает потому что этот камень еще позволяет это сделать то есть дальше уже 2014 там уже выровнять что-либо будет очень тяжело возможно конечно но очень тяжело лучше это сделать конечно вот этим камнем спокойно ну и все и потом зачищаться 20 14 10 7 7 5 и все будет замечательно основной момент основные моменты того что здесь было я вам показал сейчас я спокойно дорабатываю 50 на 40 20 14 10 7 включаюсь на алмазе с гриппностью 75 вместе делаем финиш разворачиваем нож смотрим как он режет как он выглядит в общем на ту работу которая была сделана итак после 50 на 40 я поработал подводик 20 14 10 7 для меня это было порядка 25 минут не спеша спокойно для вас там меньше секунды в общем сейчас результат уже есть нож уже довольно таки неплохо режет вот ну видите все равно еще не совсем внятно просто 10 7 хотя вот режет даже можно сказать очень хорошо но все равно сейчас вот я уже поставил веневский алмаз 75 уже аллейная кислота с вазелиновым маслом так ну немного на камешек и в тот же самый угол 19 градусов без подъема так чуть-чуть ослабить да хотелось пару слов сказать все таки о новой своей системе так вот поймать 19 1 и сразу оп и чуть-чуть вниз на 0 и получится где-то 19 и 0 5 вот ощущение конечно с к 0 3 я скажу что в принципе к 0 3 то тоже станок довольно таки неплохой даже можно сказать хороший даже очень хороший ничего плохого о нем сказать в принципе не могу за исключением конечно вот этой втулки которая изначально там ставится какая там латунная бронзовая тем более что техностудия выпускает эти втулки ZX но поставьте вы сразу эту втулку чтобы не было вот этих вот проблем ну и где-то и нареканий вот такое небольшое пожелание наверное все таки хотелось бы чтобы это было вот к 0 3 про ну все таки станок новый соответственно работает мягко такое ощущение что все таки поворотный механизм у к 0 3 помягче ну и соответственно реечный подъемник конечно уже другого уровня на на обычном к 0 3 он все таки не такой плавный не настолько плавно он регулирует подъем ну и соответственно опускание угла ну по акси кубу в принципе акси куб у меня был даже на старой версии я его докупал станок я свой благополучно продал позвонил человек забрал его вот я ему в подарок положил еще сет водных камней от гриталона которые у меня с самого начала они лежат в принципе я ими практически не пользовался ну человек попросил бонус я ему этот бонус сделал почему нет вот так что вот так вот так ну что здесь сейчас нужно уделить время все таки особенно вот этому месту потому что изгиб и смотрите видите все таки работает больше середина камня здесь на изгибе надо внимание уделять побольше этому месту потому как может просто-напросто толком не проточиться вот здесь спешить абсолютно не нужно никуда лучше вы потратите лишние 10-15 пусть 20 минут неважно но вы гарантированно поработаете ирка у вас там не останется ослабленного металла который в дальнейшем вы его можете не увидеть и не почувствовать и как заусенец он не будет выглядеть а он просто высыпется при первом же при первой встрече с чем-то твердым с тем же деревом и все и на этом месте будут сколы ямки и будет уже не очень приятно то есть нож уже резать не будет так как он это должен делать поэтому мой вам совет все-таки побольше времени уделяйте да не только на финишных камнях а в принципе на всех тех после обдирочника чем лучше вы проработаете ирка тем лучше будет держаться заточка ну вот так вот наверно коротко можно сказать и охарактеризовать весь этот процесс так ну вот в принципе я не вижу никаких отблесков никаких изъянов это меня вполне устраивает с этой стороны все тоже самое то есть уже в принципе можно переходить на финишные движения и заканчивать заточку сейчас чуть-чуть небольшую проводочку чтобы выровнять подводик чтобы он был ровненький так с этой стороны тоже самое чтобы не было никакой волны то есть подводик будет абсолютно ровным ну и все и можно приступать вот к таким вот финишным движением чтобы до конца избавиться от заусенчика смотрите еще такой небольшой наверное секретик все-таки видите на камне очень много шлама и там еще присутствует чуть-чуть масло и когда вот вы повели камнем сейчас вам не видно будет но я постараюсь объяснить у вас при первом движении у вас подводик будет в этом шламе и по большому счету как бы еще самообразив до подвода не добрался вот еще раз провели и подводик уже у вас заблестел вот когда он заблестел когда у вас не осталось ни капельки рези на подводе это говорит о том что уже вы пошли абразивом по подводу пока вот вот раз провели а у вас черное на подводе можно не стесняться еще раз это сделать когда вы увидите чистый сверкающий подвод вот тогда уже можно идти дальше но опять же я думаю не все это услышат все это увидят вот но тот кто смотрит внимательно я думаю они этим воспользуются в дальнейшем ну и надо немножко поработать так в принципе сейчас можно посмотреть как нож режет после вот этих заключительных движений и уже можно будет понимать нужно ли продолжать дальше или все таки этого достаточно ну соответственно грязь аккуратненько спиртиком стерли чтобы она не мешала все это дело посмотреть чистой стороной салфеточки оп насухо так еще одну салфетку ну и так ну вы знаете вот здесь вот что-то мне здесь вот не нравится поэтому еще нужно немножко там доработать хотя вот так он очень хорошо выгрызается но это еще может говорить о том что там есть небольшая часть заусенчика которая осталась и от которой еще не получилось избавиться так сейчас это можно проконтролировать ну в принципе подводик очень и очень ровный нет никаких изъянов на нем ну и давайте наверное я сотру эту грязь и уже чистым камешком это все надо вытереть потому что эта грязь она мешает чем чаще вы будете чистить камень тем лучше лучше будет абразив доставать до самой режущей кромки потому как собирается вот эта вся грязь она на поверхности и она просто не дает вот тем мелким кристаллом алмаза либо львора дойти до рк 0 все теперь чистым камешком можно поработать буквально пару минут и я думаю все будет замечательно этим пренебрегать не нужно потому что если вы этого не сделаете либо по незнанию либо по нежеланию результат будет совершенно не тот которого вы хотели добиться ну и соответственно никакого давления на финишных движениях легко легко прикасаемся к камешкам так вот так вот вот так оп еще сейчас по разу и думаю можно все это дело завершать вот видите камень поработала как видите работает середина потому что изгиб так сейчас опять же чистую салфетку все это дело смахнуть ну вот видите смотрите это то о чем я говорил очень легко непринужденно все можно нож снимать нож заточен так ну что давайте посмотрим то что получилось вот смотрите вот такие получились подводики тоненькие вот одинаковые абсолютно вот такие вот по носику как видите тоже все хорошо так чтобы не порезаться ну в общем вот он носик ну и вот так они выглядят 19 градусов на сторону 38 градусов общий угол вполне рабочая заточка для этой стали вообще для такого ножа ну тут не совсем удобно давайте возьмем любую бумажку чтобы показать да я думаю можно даже попробовать все-таки сделать вот этот фокус бумажка конечно может не удержаться ну мы попробуем это сделать опа ну вот как видите нож очень пустой ну и так соответственно тоже отсюда отсюда вот видите как он цепляет агрессию у него хоть отбавляю очень острый нож вот ну соответственно вот вот соответственно вот так вот в сторону это я сейчас тоже все да чтобы оно не мешало вот такая вот была заточка вот этого красного дракона из серии рептилиан вот так вот он стал выглядеть с такими подводиками теперь надо аккуратно его складывать чтобы не остаться без пальцев вот он теперь заточен теперь у него клин лежит по центру как я уже показывал изначально он был уведен сюда вправо вот я его смазал обслужил заточил вот теперь нож полном рабочем состоянии а на сегодня это все всем спасибо за просмотр всем пока пока